Друзья, приветствую вас в это благословенное чудесное утро И в это утро я провозглашаю благословение Месяца Элул, который начался 18 августа и закончится 15 сентября Последний месяц уходящего старого года в календаре у евреев После которого начинается Новый год в месяце Тишрей И поэтому, так как этот месяц библейский, то необходимо подводить определенные итоги Для того, чтобы, может быть, поставить какие-то общие знаменатели Для того, чтобы двинуться в новом помазании дальше И этот месяц он связан с коленом Гада Одним из 12 коленов Израиля И когда Лия провозгласила после его рождения Что у нее опять прибавилось Хотя и гад родился от ее служанки Зелфы Но внутри нее была радость Поэтому вот это слово прибавилось Давайте возьмем его сердце Потому что первое, что оно обозначает, это увеличение Это умножение Поэтому мы провозглашаем увеличение и умножение Аллилуйя, чтобы в нашей жизни все прибавилось тем, чем Господь хочет благословить нас Аллилуйя, увеличение как финансов, так друзей, так и людей, которые будут окружать нас Поэтому все, что у каждого из нас на сердце связано с этим словом увеличение С другой стороны, это также определенное для души счастье и награда За весь тот труд, за все те, может быть, определенные трудности Которые вы проходили И Господь хочет благословить каждого из нас Кроме всего прочего, колено гада Оно получило помазание воина Потому что тогда, когда мы читаем о нем благословение, к примеру, отца Иакова Он говорил, толпа, гад, говорит, толпа будет теснить тебя, но ты будешь по пятам оттеснять ее То есть это твердые, мужественные люди Когда мы читаем 1 Паралипоменон 5 главу, 12 главу То мы читаем о них, что они были воинственные У них был щит, меч, у них было копье И лица их были львиные И поэтому, куда бы они ни приходили, они разгоняли всех врагов И, кроме всего прочего, это колено Господь соединил в тройку Как для нас написано, благословение, обетование от Господа Если двое или трое собраны во имя нашего Господа То Он среди нас И все, что мы свяжем на земле, свяжется на небесах И все, что мы разрешим здесь на земле, разрешится на небесах Поэтому даже колено Господни Господь распределил по тройкам Поэтому в Новом Завете наш дорогой Господь Он просто так ничего не делал Потому что ты можешь сказать А при чем здесь месяцы, колено, камни, созвездия Которые связаны с еврейскими месяцами Которые мы провозглашаем как благословение И также учимся определенным урокам от них того, чего не нужно делать Вот драгоценно Давайте просто один пример из многих-многих-многих Вот, к примеру, церковь родилась в день Пятидесятницы Вот понимаете, если бы Господь не хотел, чтобы мы чем-то были связаны С еврейскими коленами, с Божьим календарем С Ветхим Заветом То бы, ну, просто родилась бы церковь И родилась бы церковь, как говорится, без рода, без племени И мы бы отрезали весь Ветхий Завет И начали бы, как говорится, с нуля Все по-новому, как новая какая-то определенная религия Но нет, Господь, Он сделал так, что даже все праздники Ветхого Завета Которые пророчествовали о Его пришествии Та же самая Пасха, которая показывала на нашего Господа Дни опресноков, в которые родился еще один праздник Первый сноб, когда Иисус на третий день воскрес Воскрес в эти семидневные праздники опресноков Потом пришла Пятидесятница И было рождение церкви И вот эти первые четыре праздника Они были исполнены не просто день в день Они были исполнены час в час И остались три основных праздника осенних В которые я просто верю, что именно в них придет Господь Может быть, мы года, как говорится, ни дня, ни часа не знаем Как говорит Иисус Христос Но произойдет так, как произошло это с первыми четырьмя весенними праздниками Поэтому драгоценное Давайте примем помазание Помазание вот этих колен, перетекая из месяца в месяц Которые связаны с двенадцати коленами Двенадцать месяцев, двенадцати колена Двенадцать систем нашего организма Которые Господь хочет, чтобы они были здоровы Так вот, драгоценное И вот это помазание воина Помазание воинственных людей Дело в том, что даже камень, на котором было выгравировано имя Гад Оно по-еврейски, этот камень называется Лишем И по-современному Лигурион По-гречески И вот драгоценное Вот этот камень, он связан с твердостью Вот именно с тем характером колена Гадова Самого Гада Он связан с прозрачностью Этот камень не очень прозрачен, но он холоден Вот именно те необходимые характеристики и качества Которые нам необходимы для того, чтобы побеждать Для того, чтобы на нас было помазание воина Потому что если ты хочешь, чтобы тебя не завоевывали Тебя не грабили То ты должен входить с этим помазанием в ту землю, которую Господь тебе дал И ты должен грабить Ты должен ограбить врагов, которые забрали у тебя исцеление Которые забрали у тебя именно божественное здоровье Твои финансы, твои деньги Все то необходимое и потребное, которое тебе необходимо здесь, на земле Поэтому драгоценное примите во имя Иисуса Христа Это помазание воина Слава Господу Богу И также, что хочу сказать об этом месяце Этот месяц, он, как я уже сказал Он последний в еврейском календаре Потом начинается новый месяц Мы будем праздновать Новый год И входить в новый служебный год, так скажем Аллилуйя В новую работу от Господа В новом помазании И в который, как я уже сказал, мы входим Как бойцы Как победители Аллилуйя Твердые Холодные По отношению ко всем обстоятельствам Но горячие По отношению к Господу Так вот И этот месяц еще Он для того, чтобы, как я уже сказал Подвести некоторые знаменатели Поставить определенную черту Его еще называют Месяцом милости, прощения и покаяния О, а почему это нам необходимо Дело в том, что предыдущие месяцы Которые были до этого До этого был месяц Аф И там была, ну, реально такая беда Когда Вы помните 12 саглядата В 10 из которых они Придели на себя Такое униженное состояние Сказав народу И Моисею, что мы саранча Перед теми великорослами Которые нас ждут в этой обетованной Земле И они не вошли в обетованную Землю А до этого был месяц Томуз, где они сделали Золотого Тельца И заменили им Господа Подняв бунт против Моисея И против Аарона Поэтому Господь, Он дает новый шанс В этой милости, покаянии и прощении Если мы куда-то съехали Если мы спустились Какой-то мамоне Какому-то золотому Тельцу Вместо Господа Или просто страх нам не дал войти В то благословение Которое для нас Приготовил Господь И именно в этот месяц Также Господь Сказал Моисею Сделать вторые скрижали Которые Он разбил А ведь Он не просто их разбил На нем была написана Судьба народа И Господь говорит Нет, я даю этому народу Еще один шанс Поэтому этот месяц милости Нашего покаяния И прощения от Господа Поэтому Прозондируй себя Профильтруй Может быть где-то Ты проиграл Опустил руки Но Господь Еще не завязал с тобой Наоборот Он только развязал Дело в том, что Как я уже сказал Что Господь Он Про тройку Которую я говорил Он связал Гада С коленом Рувима И с коленом Симеона Это были Реальные бойцы Которые С одной стороны Проявили свое Непослушание Как у Симеона Написано Жестокосердие У Рувима Нестабильность Еще он вошел На ложе Отца Своего И с одной стороны Вот почему Вот именно Эти вторые Скрижали Имея смелости И прощения Дело в том, что Господь Он Говорит Я Использую вас Я Продолжаю Любить вас Я не оставлю вас Я Соберу именно Такую тройку С Теми характеристиками Тогда, когда Вы становитесь Обузданными Конями Божьими Вы совершите Именно то, что Не может совершить Никакая другая Тройка из 12 колен Потому что Я собираю вас Как вот этих Может быть Без меня Непослушных людей Но когда Вы становитесь Со мной Тогда, когда Вы послушны Мне То вы становитесь Непобедимыми Воинами Господними Аллилуйя Поэтому Господь Он Дает новые И новые Шансы И Ну Я вот Все про войну Говорю А Этот месяц Это месяц Такой Благословенный Потому что Во всей Вот этой Как бы сказать Холодности Твердости По отношению К врагам К врагам Как показывает Камень Легурион Я Сказал, что Этот камень Он прозрачен Мы с вами Просто Нам необходимо Быть со всех сторон Прозрачными Для Господа И вот в этой Прозрачности Я бы хотел Сказать О том Что этот месяц Евреи Еще называют Царь в поле Это тогда Когда Царь Покидая Свой дворец Он Приходит В поле Для того Чтобы быть Доступным Для Всего Народа И вот Этот месяц Его также Называют Как Поставить Шатер Палатку Потому что Евангелие Это Анна 1 глава 14 стих Он нам Говорит о том Что слово Стало плотью И обитало С нами Полная благодать И истина И вот это слово Обитало Оно как раз Переводится По-еврейски Шатер Или палатка Это тогда Когда Царь покинул Свой дворец Иисус Сошел к нам В поле В поле Вот На котором Поле нашей земли Для того Чтобы стать Доступным Для нас И евреи Еще называют Это время Игельным ушком А почему Игельным ушком Ну по-другому Говорит Ну сделай что-то В своей жизни Хотя бы Что-то маленькое Ну удели Хотя бы Минуточку Времени Для господа Для того Чтобы позволить Ему пройти Через это Игельное ушко Твоего времени Игельное ушко Тогда Когда Суета Заботы Они просто Оставлены Тобою Для того Чтобы Ну хоть Чуточку Посвятить Свое время Твоему Возлюбленному Твоему Господу И я верю Что просто Господь Через это Время Он захватит Тебя Потому что Это точно так же Как в колодце Ты туда выливаешь Может быть Черпачок воды А потом Качаешь 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 И можешь Выкопать Ну совершенно Весь колодец Поэтому это Такое благословенное Время Это не время Просто какой-то Войны Это тогда Когда Ну реально Моисей Вот он приходил К фараону И говорил Отпусти мой народ И там реальная Шла война Реальные были Суды Божьи Но каждый раз Он приходил Пред лицо Господа Вот как раз Позволяя Богу Через эту палатку Через эту скинию Которая Показывает На слово обитание В Иоанна Первой голове В 14 стихе Слово Божье Обитало с нами Для того Чтобы Наслаждаться Господом Расслабляться В нем Любить Его Позволять ему Любить Тебя И вот В песне Песней В 6 главе В 3 стихе Написано Что я Принадлежу Возлюбленному Моему А возлюбленный Мой Принадлежит Мне И вы знаете Что здесь Ну не знаю Сказать просто Интересно Это не то слово Это просто Взрыв Взрыв Всего Духа Души И тело Потому что Каждая Первая Буква В словах Вот этой Фразы Она обозначает Месяц Илул Поэтому это Особенное Время Ты скажешь А что в другом Месяце Разве Ну Мы Не делаем То же самое Дорогие Есть определенные Волны Которые Помогают Нам Сесть На них Для того Чтобы Нас Они Повлекли Вот я Занимался Гриблей На байдарках И каное И вы знаете У нас были Когда длинные Дистанции Ну допустим Мы на 5 километров На 10 километров Ну Двигались И Тут такой Как бы Маневр Должен был быть Ты Не вставал Первым А ты Поближе становился К лодке Идущей Впереди Тебя От которой Идет Определенная Волна Ты Ловил Эту Волну И Тот Кто шел Впереди Тебя Он Тратил Больше Сил А ты Использовал Вот именно Энергию Той волны Которая Идет От его Лодки И экономил Силы Чтобы Там Потом На финише Пойти И Взять Свою Победу Слава Богу Потому что Мы Были Реальными Победителями Слава Богу Вспомнил Это время Я как раз В 82 году Еще О Далекие годы Был чемпионом Сибири И потом Был В сборной России По Министерству Просвещения Поэтому Лови волну Аллилуйя Не пропусти Вот именно То время Когда Вот этот месяц Он дает Вот эту возможность Вот это Игорьное ушко Для того Чтобы взять Это благословение И двигаться Из месяца В месяц Потому что Каждый месяц Он Надо его смотреть Как месяц Накопления И других Месяцев А не просто В этом месяце Это будет В этом месяце Другое Нет Это накопление Всех 12 месяцев В тех месяцах В которых В которых Находимся Поэтому Используют Это Дай Возможность Господу Взять Тебя Через Это Игорьное Ушко Также Дорогие Этот месяц Евреи Связывают С левой Рукой У них Обязательно Каждый месяц Он связан С каким-то Определенным Камнем Созвездием Каким-то Органом Вот это Месяц Левой руки Как говорит Песнь Шестая Глава Четвертая Глава Со второго По Четвертого По шестой Стих О том Что Царь Вел Меня В дом Пира И Я Изнемогаю От любви Накормите Меня Яблоками И Левая Рука Его Под головою Моею А правой Он Обнимает Меня И вот Дорогие Вот это Его левая Рука Аллилуйя Месяц Левой руки Позволь Господу Обнять Тебя Она Под головой Чтобы твой Разум Он был настроен Только на Него Ни на Какие Новости Ни на Какие Другие Проблемы И заботы Потому что Господь Он Константа Что бы ни Происходило В этом Мире Бог Он Не покинет Тебя Бог Он Даже во Время Кризисов Наоборот Сделает Тебя Богатым Он Сделает Тебя Благословенным Потому что Ты В Божьем Календаре Ты В Божьем Времени Слава Господу Богу Но раз Мы стали Говорить О руках То это Также Месяц Еврейская Буква Йод Это Десница Его Правой Руки Десница Его Сила Как Он Сказал О том Что Прости Жезл Сиона Для того Чтобы Исполнять Волю Божью Потому что Никто Не может Устоять Перед Его Десницей Вот Это Десница Его Левая Под головой Твоей Защищает Твой Разум Правая Обнимает Тебя Дает Тебе Силу Из Любви Какое Благословенное Время Какой Благословенный Месяц Дорогие И Также Я скажу Что Этот Месяц Он Месяц В Который Ревека Она Родила Двух Своих Сыновей Она Родила Исаака И Иакова И вы Помните Что В Утробе Поэтому Этот Месяц Он Также Называется Месяцем Вот Именно Вот Этой Утробы В Господе Месяцем Питания Но Точно Так же Как В Е Утробе Боролись Два Племени Как По Пророчеству Она Получила От Господа Передала Это Иаков Что Они Борются С собой Это Исаак Который Был Скажем Так Олицетворением Обозначением Духа И Исаф Который Как раз Показывал На нашу Плоть Поэтому Посмотри Что В твоей Утробе Кого Ты Кормишь Куда Ты Спускаешься Либо Ты В Плоть Либо Ты Поднимаешься В Духе И Ходишь Днем Потому Что Цена Хождения В Духе Это Не Ходить Во Плоте Посмотри Кого Ты Кормишь И Если Ты Видишь Что Ты Попал В Плоть Это Галатам Пятая Глава Все Там Говорит Что Значит Ходить В Духе Какие Характеристики Хождения Во Плоте Когда Ты Опускаешься В Низкие Состояния Своей Души Поднимись Аллилуйя Начинай Кормить Дух Ты Скажи Как Да Вот Этими Благословенными Теми Пунктами Примерами Обозначениями О которых Мы Сейчас Говорим За Этот Месяц Аллилуйя Поэтому Будь Именно Вот Как Этот Месяц Связан С Созвездием Девы Мы Не Говорим О Гороскопах Мы Говорим О Созвездиях Мы Говорим О Звездах Которые Поставил Для Нас На небе Господь И Как Говорит Псалом 18 Что День Дню Передает Речь Ночь Ночи Передает Знания Что Небеса Они Проповедуют Поэтому Не бойся Звезд Не бойся Луны И солнца Все это Для тебя Но ты Не в гороскопе Ты Не в зоопарке Но Созвездие В которое Мы Вошли Вот здесь На земле И вот Этот Месяц Он Связан Созвездием Девы Которая Показывает На что На то Что мы Должны Быть Девственны Пред Господом Мы Должны Быть Скажем Так Сочны По отношению Господу И Пресны По отношению Пресны По отношению К этому Миру Мы Девы По другому Господь Хочет Видеть Нас Назареями Божьими Аллилуйя Прочитай Иеремия 35 Главу Прочитай Книгу Третье Царство Четвертого Царства Где Описано О том Что Был Вот Именно Из Иеремии 35 Главы Иоаннадав Назарей Божий Иоаннадав Иоаннадав Сын Рихавов Который Был Назареем Который Приравнивается Даже Не из Племени Левитов Тогда Но Они Приравнивались К Пророкам Который Приравнивались К Именно Служителям Божьим Когда Становились Назареями Когда Не пили Ни вина Не пили Сикера Когда Были Девственны По отношению К Богу Я уже Сказал Сочны По отношению Горячи К Богу И пресны По отношению К этому Миру Поэтому Драгоценны Аллилуйя Будьте Благословенны У меня Чудесное Утро И я хочу Чтобы Чудесный День Был У каждого Из нас Примите Все Благословения Еврейского Библейского Месяца Элул Аллилуйя Который Начался 18 августа И закончится 15 сентября И мы Войдем В новый Сезон Мы войдем В новый Уровень Божьего Календаря В котором Для нас Все Благословения Господня Аллилуйя Пусть Пусть Этот День Для Тебя Будет Шатром Палаткой Скини Для Присутствия Господа В твоей Жизни Аминь Близ Скини Продолжение следует...